Правильно выстроить работу с населением – задача непростая для каждого главы поселения. Для того, чтобы обеспечить взаимодействие власти с жителями, действуют территориально-общественные самоуправления. В нашем городе таких организаций 25. На днях в Славянске-на-Кубани побывали главы поселений из Ростовской области, чтобы посмотреть, как организована цепочка взаимодействия администрации, ТОСов и населения в нашем городе. С подробностями наши корреспонденты. Славянск-на-Кубани посетила делегация из Ростовской области в составе глав городских поселений и представителей Совета муниципальных образований. Цель приезда – изучить опыт работы с органами ТОС. Для ростовской делегации были проведены информационные семинары с участием квартальных и глав округов, где гости могли посмотреть изнутри, как действует система ТОСов на территории поселения. После совещания прибывшим главам провели экскурсии по городу. Такой обмен опытом полезен обеим сторонам, как Славянск-на-Кубани, так и главам городских поселений Ростовской области, отметил исполнительный директор Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области Виктор Ляхов. Особенно в преддверии праздника – Дня местного самоуправления. Было интересно узнать, как в Славянском городском поселении реализуется 131-й ФЗ о местном самоуправлении и как здесь привлекают население к общему делу, работе на благо родного города, чтобы жизнь в нём становилась комфортнее. Первое впечатление очень-очень, конечно, радужное. В том плане, что кроме нормативных документов, которые отражаются, вся деятельность и направленность, мы увидели непосредственно здесь это очень ярко представлено благоустройство населённого пункта и, в частности, муниципалитета. Это отношение людей, потому что мы провели семинары, как бы, так сказать, встречу с непосредственными руководителями ТОСов и квартальных, и уличных комитетов, что, безусловно, дало возможность поизучать, так сказать, и услышать с первых уст, как это организовать, то есть механизм соорализации. Это очень-очень важно. Как отметил глава Славянска на Кубани Александр Коновалов, проведённая встреча – это не первое дружественное сотрудничество с Ростовской областью. Ранее городская администрация обращалась по обмену опытом в город Новошахтинск с вопросом о переселении граждан из аварийного жилья. Рузана Ефремян, Георгий Калинин. Программа «События».